Доброе утро, друзья! Мы вас встречаем вот такой вот музыкальной композицией, музыкальным оформлением от Дуэта Бридж. Сегодня в этом эфире вместе с нами. Доброе утро, ребята! Ну что, рассказывайте, вы исполняете фолк-рок. Да, все-таки. Что это такое? Что это такое, мы немножечко представляем, но расскажите, насколько он популярен в Кирове сейчас. Это смешение стилей. Ну, начнем с первого вопроса. Фолк, именно народной музыки, английской, ирландской, русской, всех народов. И соединение с роком. С какими-то современными веяниями, с аренжировками, с звуком, например, электрогитары, какими-то синтетическими звуками. То есть это вот все можно отнести. А то есть вот так вот электрогитары и обычная шестиструнная гитара, я так понимаю, фолк-рок, да? Да, фолк-рок. Все понятно. Фолк-рок. Это для обывателей, как говорится. А насколько он сейчас популярен в Кирове? Ну, для команд. По поводу популярности команд не так много, на самом деле. И это, на мой взгляд, плюс, потому что мы как раз и будем выделяться. В Кирове в основном популярно это джаз, тяжелая музыка, да, и популярная музыка. А именно так фолк-рок направление, оно слабо, но популярное. Как раз таки мы стараемся это восполнить, баланс. Хорошо. Ребята, рассказывайте, вот вы вдвоем уже сколько у вас дуэт существует? Сколько лет? Так, ну, насчет такого, что прямо дуэта, это, наверное, где-то лет пять. Вот так знакомы уже больше десяти лет. То есть как только начинали учиться вместе играть на гитаре, так, в общем-то... Мы вместе ходили в Центр детского творчества, там, на гитару, и там мы познакомились, у нас там уже были общие интересы, учили песню «Morrowind», да? Да. В общем, учили одни и те же песни, в общем, были на одной волне. За эти пять лет есть ли какие-то достижения, есть ли какие-то концерты интересные, выступления, возможно, были? В составе одного нашего проекта участвовали в фестивале «Гренландия». В 2015 году. Да. Там стали лауреатами, выступали на большой сцене. Да, там была тридора, палатки, малая сцена и большая сцена. Мы добрались до большой сцены, выступали после Кобзона. Практически Кобзон был у вас на разогреве, да? Практически, да? Кобзон был у нас на разогреве, да, все правильно. Мы отыграли, нам вручили лауреат, гитару в качестве подарка, приза, и на радио «Маяк» мы помним. Пригласили, да? Да, пригласили. То есть мы с этим проектом как раз-таки и работали. Мы там тоже свою музыку играли. У нас музыка, мы сочиняем как раз-таки в этом стиле, фолк-рок. Вы вдвоем сочиняете или у вас как-то распределены вот эти обязанности? Кто-то сочиняет, кто-то подхватывает, дальше развивает? Хороший вопрос. Ну, вообще бывает как? Когда два музыканта, ну или больше собираются, и если они на одной волне, если чувствуют друг друга, один начинает играть гармонию, аккомпанемент, второй начинает импровизировать. Если в этот момент включить диктофон, потом проанализировать, можно найти очень много всего интересного. Да, потому что когда ты сочиняешь сходу очень много разных идей, и потом ты просто анализируешь, смотришь, что интересно. Но еще есть другой вариант. Например, вот я записал, сочинил музыку, допустим, мелодию. Показал Диме, Дима сказал, тут не хватает аккордов, давай-ка тут... Нет, тут АМ не подходит. Зачеркиваем. Так, вот. Лучше играть в другой аналисте. Эта анализа вообще очень мрачная. И так далее. То есть идет процесс как раз-таки. То есть один придумал, пришел, а другие благополучно, они это все... Это как в рекламной кампании, да, в творческе все это, разные идеи подхватывают. И как раз-таки в группе идет создание песни. То есть все совместно, грубо говоря, в любом случае. Да. Каждый дополняет каждого. Каждый дополняет каждого. Да, все правильно. Ну, это прекрасно. Гармония – это здорово. Это важно в творчестве, да? Да. А насколько гармонично ваше утро, вот когда вы просыпаетесь, что первым делом делаете? Созванивайтесь тебе. Я придумал. Слушай. Да, да, да. Такое возможно очень даже, да, да. Утро начинается... Я стараюсь всегда во время завтрака слушать красивую музыку, которая мне нравится, либо фильм музыкальный, как раз кинуть на темы группы. И я этим вдохновляюсь. И после этого сажусь и играю на гитаре. Но не в смысле, что мне надо обязательно до пяти вечера сочинить песню. Это обязательно, знаете, как это получается, рекламный такой... Не рекламный, а временный промежуток. Нет. Потому что так ничего не... Надо благополучно довериться интуиции. Не стараться все придумать разумом. То, что краски песни, которые придумают разумом, вот, чтобы было как можно сложнее или как можно более такая... Это ни к чему хорошему не приводит. То есть надо все, чтобы было от души, именно от чистого сердца. Именно вот под впечатлением чего-то ты просто хочешь выразить свое слово. Входишь в транс? Да, входишь в транс. А как ваше утро начинается? У меня утро с холодного душа. Обязательно. Холодный душ, чтобы проснуться, взбодриться. Ну, дальше у меня работа. Иду на работу. А гитара когда же появляется? Гитара появляется ближе к вечеру или даже в бочах. Любят вас соседи, я так понимаю, да? Да, в хороших дружеских отношениях. Они засыпают по музыку, да? Я, как ребенка укладываю через стену. Вот вы сказали, слушайте любимую музыку. Какая у вас музыка прям любимая-любимая? Битлз. Я люблю музыку немного классическую, Баха, Моцарта, но не все подряд. И люблю музыку из кинофильмов, и из игр компьютерных. Потому что композиторы, которые сочиняют, они бывают просто, вот шедевры просто создают, они, на мой взгляд, даже наравне с классикой. Точнее, наоборот. Ты слушаешь, и ты понимаешь, вот он взял, это у Дворжика, я у Дворжика это точно слышу. Вот прям вот. У Куржика? Дворжика. А, Дворжик? Дворжик. Ну, Дворжика тоже мог. Максима просто, видите, не такой богатый опыт. Вообще не сталкивался с такими музыкальными исполнителями. Поэтому, слава Богу, что вы приходите в нашу студию, его немножечко образовываете. Просветляете меня. Да. Ребята, а еще важный вопрос. Вот скажите, когда вы играете, да, вот какие, это же музыка такая, очень аутентичная, да, в ней столько много эмоций. Вот у вас-то у самих какие эмоции в этот момент, что вы зрителям, слушателям передаете. Вы же мост. Да, на самом деле, у нас название группы Bridge, мост в переводе. И это очень важный момент. На самом деле, когда мы на концерте, мы исполняем музыку, очень важно, это правильный посыл. То есть, техническая сторона, это понятно, чтобы все было отрепетировано, все вот это, все знали свои роли. Но немал, это очень большой, большую роль играет именно подача звука. То есть, с каким-то настроением. Конечно, если музыка приходит с плохим настроением, то он там ничего хорошего не наиграет. Все почувствуют это. Если он волнуется, тоже почувствует. Это передается в малейших деталях, там буквально в кончиках пальцев. Он там немножко что-то не доиграл. Это все слышно, прекрасно. И даже народ чувствует, что человек либо волнуется. Также слушатель обычно слышит, когда музыкант играет только ноты. То есть, технично все хорошо, все грамотно. Но нет мысли, нет идеи, нет образа. Человек просто играет, не представляет ничего. Когда же представляешь, когда как художник у себя в голове рисуешь картины, ведешь эти картины в музыке, в исполнении, вот тогда начинается кач, драйв, тогда возникает взаимосвязь как между музыкантами в самом коллективе, так и между музыкантом-слушателем. Ибо зрителей не обмануть. То есть, ты, если пытаешься что-то, они прекрасно поймут и услышат, что тут что-то не так. Плюс там, что я хотел еще добавить, Дима все правильно говорит, Музыка Нас не зала, Тайны ваши и стала. Я думаю, что вы сейчас, наверное, нам немножечко сыграете и обязательно вспомните то, что вы хотели сказать, да? Да. Музыка, даже она всегда поможет, а может быть и скажет за вас. Я знаю, что у вас есть некое посвящение, да? Это так? Этой композиции. Да. Я хотел передать привет моей любимой девушке Луизе. И мы сейчас сыграем песню называется Посмотри в глаза в инструментальной обработке и мы посвящаем ее именно Луизе. Луиза, доброе утро, просыпайся и всем-всем-всем нашим зрителям тоже посвящается эта замечательная композиция, которая прямо сейчас исполнит дуэт Бридж. С добрым утром тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты, друзья! Мы надеемся, что мы вас разбудили этой утренней мелодией от дуэта Бриджа. Это Алексей, это Дмитрий. Аплодисменты, друзья! Ну а прямо сейчас мы переходим на нашу зарядку. Доброе утро! Доброе утро!